Так, ну давайте начнем Нам надо закончить небольшой кусок с колебаниями Ну все основное мы там посмотрели Некоторые такие дополнительные интересные вопросы В основном, которые могут быть взяты для вопроса по выбору Сейчас посмотрим Ну, какое-то количество опытов у нас тут еще есть А потом перейдем к неинерциальным системам отсчет Ну вот, то, что мы разбирали на прошлых двух лекциях Все это относилось к колебаниям линейным То есть мы смотрели колебания с малой амплитудой И мы увидели, что когда амплитуда колебаний мала Получается универсальное уравнение, которое описывает Ну, очень общий случай То есть при малых отклонениях практически Любая система колеблется По одному и тому же закону Если вот эта вот линейность колебаний будет нарушена Ну, скажем, если возвращающая сила будет непропорциональна координате Ну, а потенциальная энергия непропорциональна квадрату координаты Тогда все становится гораздо сложнее Так называемые нелинейные колебания Вот я буквально пару слов о них скажу На самом деле это отдельный огромный мир вот этих колебаний Там нету таких универсальных красивых ответов Как для линейного случая Но зато там есть много самых разных интересных задач Ну, что стоит иметь, так сказать, в качестве представления Что если, как только мы переходим к колебаниям нелинейным Ну, скажем, для того же математического маятника Если амплитуда отклонения достаточно большая Там вот эта возвращающая сила, там будет не угол стоять, а синус угла И получается другое уравнение при больших амплитудах Ну, в первую очередь возникает поправка к частоте колебаний Она начинает зависеть от амплитуды колебаний Для обычного математического маятника При малых амплитудах частота всегда одинаковая При больших амплитудах появляется такая зависимость То есть ее можно получить теоретически Ну, желающие могут посмотреть в учебниках по теории колебаний Ну, и в общем случае при больших амплитудах Появляется бесконечное разнообразие систем Очень интересных и так далее Но мы не имеем совершенно никакой возможности на них останавливаться Поэтому так в качестве ориентира Куда можно дальше развиваться в плане теории колебаний Я бы хотел еще поговорить о такой штуке Как адиабатический инвариант для колебательных систем Это тоже у нас нету этого в программе Но в качестве небольшого дополнения Давайте себе представим систему В которой параметры колебаний меняются медленно Вот такое вот уравнение Вот обычное уравнение гармонических колебаний Но квадрат собственной частоты Это медленная функция времени Что значит медленная? Тут вот написано Это значит, что изменение собственной частоты колебаний за период Дельта, омега за время t Оно должно быть много меньше, чем сама частота То есть за один период параметры системы почти не меняются Ну а за много периодов колебаний Вот система куда-то уходит Ну например, вот грузик висит, который я в прошлый раз пытался качать Если я его раскачаю и потихоньку буду тянуть медленно за нитку Вот он будет подниматься и как-то будет меняться его амплитуда колебаний Ну вот оказывается, что можно получить довольно простое выражение для величины, которая сохраняется Такое, значит, когда что-то меняется медленно Это движение называют адиабатическим Ну по аналогии с адиабатическим процессом в термодинамике Ну такой вот термин Для медленных изменений параметров То есть мы что-то аккуратно, плавно, без резких движений меняем Вот, ну в физике такое приближение довольно часто встречается Поэтому эта штука вот важная Она в самых разных областях встречается Вот вы еще с ней столкнетесь, например Ну точно вы ее в следующий раз увидите в квантовой механике Ну не очень скоро, но все-таки третий семестр, третий курс Так, ну давайте я кратко на слайде Покажу, что тут получается Значит, если я запишу изменение энергии Вот возьму вот эту вот букву Е Продифференцирую по времени Получится, останется вот такое вот довольно простое выражение Ну там, ну надо просто взять в лоб продифференцировать вот эту штуку по времени Часть слагаемых уйдет в силу уравнения движения И останется вот только вот эта вот штука То есть видно, что энергия при плавных изменениях параметров колебательных систем Будет меняться, ну я совершаю же работу над системой Вот если буду тянуть за веревочку Будет меняться энергия Ну а что будет сохраняться? Ну можно посмотреть Я может быть даже подробнее вот это напишу, чтобы объяснить этот интеграл Значит, попробовать посчитать изменение величины энергии за период Значит, здесь, ну в общем случае я должен честно подставить Вот эту производную энергии по времени, проинтегрировать Но если я воспользуюсь тем, что частота за один период меняется слабо То есть вот это и вот это Да, интегрирую я за период от нуля до t Вот эта функция и вот эта функция, они хоть и зависят от времени, но за период практически не меняются Поэтому приближенные можно их за знак интеграла вытащить И останется вот такая вот штука Ну а в этой штуке, ну x квадрат, мне нетрудно узнать потенциальную энергию колебаний Ну с точностью до множителя там Ну собственно вот у меня подписано Значит, интеграл от x квадрат по dt Это получится πа квадрат делить на омега Ну а квадрат пропорциональной энергии В общем можно преобразовать это После несложных совершенно выкладок К вот такой вот штуке Ну или переписать это вот так Дельта е к е за период Равно дельта омега к омега За период А дальше стандартный прием Мы считаем Вот период Если у нас много колебаний прошло То период одного колебания можно считать элементарным отрезком времени И от вот таких конечных разностей перейти Ну приближенно конечно к Несконечно малым приращением Ну при условии, что у нас время прошедшее много больше, чем один период А это легко интегрируется Что получается, если я проинтегрирую Слева логарифм энергии Справа логарифм частоты Переносимся в одну часть Получается логарифм отношения Ну будет сохраняться То есть отношение энергии к частоте Получится констант Вот такой вот Называется адиабатический инвариант Давайте посмотрим Пробуем посмотреть пример Так Вот он у меня записан Или может быть так Прежде чем смотреть пример Знакомо ли вам Что такое отношение энергии к частоте Где-нибудь встречали Выражение энергии через частоту Ну чтобы ничего лишнего Кроме может быть какой-нибудь константы Ну у вас просто их отношение констант А что это за константа О Ну формула эмблема Фистеха Е равно H Энергия одного кванта Колебаний Также можно писать H с чертой На омега H с чертой H деленной на 2π Вот через постоянную планку Энергия кванта Там электромагнитного излучения Выражается Ну видно собственно Что в квантовой механике Вот отношение энергии к частоте Будет число квантов В колебательной системе Ну умноженное на Постоянную планку Это вот к тому Насколько фундаментально И важно это соотношение Оно позволяет вот стыковать Классическую механику И квантовую Например Так Ну еще совсем уже Конспективно Это же соотношение Энергия к частоте Можно переписать как В фазовых координатах Если помните В фазовом пространстве Мы в прошлый раз говорили То же самое Можно переписать как Сохранение площади Траектории Которые частицы Заметают В фазовом пространстве Оказывается что Если систему Аккуратно Менять в ней параметры У нее будет фазовый объем Сохранение Фазовая площадь Вот это вот Координатах Х Их с точкой И еще один пример Который я сейчас Наглядно Попробую продемонстрировать Пример радиобатической системы Шарик Прижимаемый к столу Теннисной ракеткой То есть Ну пример Просто я могу Начать прижимать И он там Все чаще и чаще Колеблется Ну Это Просто иллюстрация Чтобы показать Что при Прижатии его туда У него энергия там Возрастает Мне нужно постараться Аккуратно Вовремя убрать Ракетку Ну я вчера весь вечер Тренировался У меня получается Где-то один раз из десяти Я попробую пару раз это сделать Но если не получится Надеюсь вы мне поверите Что это возможно Ну почти Ладно опыт не удался Ну В общем Если это повторить Много-много раз Можно попытаться Добиться того Чтобы при Вот вы его прижимаете Убираете ракетку Аккуратно И он подпрыгивает Ну достаточно высоко То есть Убедитесь что он Ну вот эту задачку О шарике С ракеткой Если пренебречь силой тяжести Ее очень легко решить Просто Можно в лоб посчитать Вот стенка движется Со скоростью Какой-то Об нее ударяется шарик Какую скорость Она из-за этого получит Поэтому Рассчитать то Как там шарик болтается Без учета силой тяжести Очень легко Без всяких там Вот адематических инвариантов Вот этих фазовых пространств И так далее Просто по школьному Легко считается Ну а получив ответ Можно проверить Что действительно Там будет сохраняться Величина Произведения скорости Шарика На высоту Между столом И ракеткой Так Ну и Дальше Последняя тема Которую мы обсудим Это так называемые Автоколебания Тоже очень большая Интересная тема Но Опять же Довольно сложная Если ее разбирать Детально Поэтому посмотрим Просто примеры Чего бывает В этой жизни Мы с вами Обсуждали То как можно Раскачивать колебания И рассмотрели Ну какие способы Мы действовали Периодической силой Действовали Ну не силой Периодической А периодически Меняли параметры системы Параметрическую раскачку Ну и там и там Мы что-то В такт системе Пытались менять Чтоб попасть В резонанс И раскачать колебания Вот В нелинейных системах О которых я уже сказал Возможны механизмы Когда у вас Раскачка колебаний Происходит под действием Просто постоянного воздействия Ну для того Ну вот картинку Того как Такое может быть Я здесь попытался нарисовать Итак Автоколебаниями Называют колебания При постоянном воздействии На систему Чтобы они осуществлялись Конечно же нужен Источник энергии Нужен Некий регулятор Подачи энергии Который встроен В саму систему Он не извне Кто-то там В такт подает А вот Свойства системы Таковы Что она сама себя Может регулировать Подачу энергии Ну как я вот здесь Попытался нарисовать Грузик на пружинке Грузику какой-то Датчик условный Подключен к вентилятору И он включает Вентилятор Когда грузик Движется вправо И выключает Когда влево Ну соответственно Такая система Можно себе представить Она будет туда-сюда Дрожать Включать Выключать Свой этот самый Вентилятор Вентилятор будет Источником энергии Ну а вот эта вот Красная линия Это некая Должна быть Связь Между Самим Колеблющим Предметом И вот Генератором Энергии И Есть такой термин Положительная Обратная связь Должна осуществляться То есть Это Ну бывает Обратная связь Отрицательная И положительная Положительная Значит что при отклонении Системы от равновесия Воздействие усиливается В ту же сторону То есть Грузик поехал Если он поедет Вправо Вентилятор Включится И толкнет Его еще дальше Вправо Это называется Положительная Обратная связь Ну вот Словно Такая штука Будет Сама по себе Качаться Ну у нас Есть несколько Демонстраций Этого Ну давайте я Примеры перечислю Значит что В мире В природе Работает По механизму Автоколебаний Ну вот Я сейчас с вами Разговариваю Как я разговариваю Как у нас Звук генерируется Вот Легкие Они не дрожат В такт Моему голосу Там частота Там не знаю 500 примерно Порядка герц 300-500 Легкие создают Равномерный поток Воздуха А там уже дрожит Вот Что там дрожит Точно не знаю Но что-то дрожит С частотой Уже Которая определяется Там вот Объемом формы Резонатора Который я Ну могу Менять При желании Ну музыкальные инструменты Ровно так же Типа Ну инструменты Типа органа Скрипки Вот там где Ну скрипка Смычок Движется с постоянной скоростью А нота Выдается Ну гармоническое То есть Синусоидальные колебания Ну не знаю Банальные колебания Листьев на ветру Рычание водопроводного крана Все слышали Интересное явление Флаттер Для летательных Аппаратов Ну для самолетов При достаточно Ну При достаточно Больших скоростях Просто при поступательном Движении самолета Его крылья начинают Вот так вот дрожать Это вот Серьезная Была проблема Ну сколько там Уже наверное лет 80 назад Которые было С которые начали бороться При достижении Достаточно больших скоростей Полета самолета Вот Ну исторические Два интересных примера Такомский мост И Вот недавний пример Волгоградский мост Значит такомский мост Где-то по-моему В конце 40-х годов Мост который обрушился В Соединенных Штатах Причем это успели заснять На видео Можете погуглить Найти это видео Просто стоял себе мост И под воздействием Постоянного потока ветра Под ним Он начал вести себя Вот как это крыло У самолета Он начал Вот так вот раскачиваться И в конце концов Рухнул Ну вот в Волгограде По-моему лет 10 назад Тоже построили мост И тоже он начал так раскачиваться Тоже можно найти видео Но этот мост успели Вроде как спасти То есть О том что он рухнул Я не слышал То есть Исправили конструкцию Все стало нормально Ну вот Чего у нас тут есть Маятниковые часы Как наши доисторические предки Измеряли время Просто Механические часы Заводится пружинка Грузик Здесь висит Он является источником Энергии Ну Маятник Задает какой-то период колебания И вот здесь вот такой Рычажок Который регулирует Подачу этой самой энергии То есть Маятник отклоняется В нужный момент Грузик совершает работу Ну вот Благодаря вот Этой штуке Можете потом посмотреть Поближе подойти Как оно Может работать А что у нас еще есть Маятник Фроуда Давайте запустим Значит здесь Что у нас Значит маятник Вот он просто Ну маятник себе и маятник А здесь мы Начинаем крутить Ось На которую он подвешен То есть на него просто действует Постоянный Вот такой момент Силы трения Который его пытается Отклонить В одну сторону Так Как мы можем убедиться Если его остановить Сам он раскачается О, смотрите Не трогаю Сам раскачивается Просто под действием Силы трения Но это Здесь особенность Того Как выглядит Сила трения В оси Приводит к тому Что вот Возбуждаются Автоколебания Ну Качается Качается Если его раскачать Он будет сам Поддерживать Поддерживать Свои колебания То есть затухания В нем не будет В нем постоянно Вкачивается энергия Вот он Раскачивается Так Ну Что еще На скрипке Я вам не сыграю Я на ней играю Чуть хуже Чем играю В настольный теннис Давайте я вам сыграю На стакане Так Сейчас я запущу Где же он О Так Ну Не знаю Насколько хорошо Это будет видно Так Камера у нас Наедет на Анализатор спектра Так Ну давайте попробуем Чистокан Ну представляет из себя Хороший резонатор С хорошей добротностью Можно Послушать Как он Звучит Но если присмотреться Можно увидеть Вот здесь вот Линии Поехали Спектральные На частотах Которых он звучит Ну давайте я попробую Раскачать его колебания Просто постоянным Воздействием Что мне надо сделать Все знают Ну крутить Вот так Попробую Так Здесь тоже Зачем Ну на спектрограф Смотрите Вон она Частота Пик Видите 800 Там С чем-то герц Все Поет Пожалуйста Если бы имел Возможность Менять Его объем Можно было бы Сделать музыкальный Инструмент Так Ну вот Тоже Автоколебания Было Постоянное Воздействие И Ну вот Благодаря там Трению Пальца О край стакана И тому Что здесь Есть хороший Резонатор Который Может Энергию В себя Накапливать И потом Вот он Мы его Слышим Ну вот Можно наблюдать Эти самые Колебания То есть Так Ну пожалуй С колебаниями Все И давайте Перейдем К Инерциальным Систем Отсчет Ну Давайте Вспомним Что такое Система Отсчета Инерциальная Прежде чем Говорить о Неинерциальных Ну это мы уже Как-то Обсуждали Что является Из этого Списка Инерциальной Системой Отсчета Вот Ну с одной Стороны Ничего С другой Стороны Все Из этого Вопрос В том С какой Точностью И в каком Смысле Мы хотим Понимать Ответ Значит Любая Из этих Систем Она Ну кстати Какая Наиболее Инерциальная Система Из них Ближе Всего Подходит Под определение Инерциальной Думаете Солнце А как Насчет Кабины Свободно Падающего Лифта Аудитория 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 Как Значит Что такое Инерциальная Система Отсчета Какое Физическое У нее Определение Кто-нибудь Помнит Значит Это Система В которой В отсутствии Внешних сил Тела Движутся Поступательно И равномерно Ну соответственно Существуют Такие Инерциальные Системы Отсчета А Неинерциальность Ну можно заметить Из одной Инерциальной Системы Наблюдая За другой Ну вот Кабина Свободно Падающего Лифта По-моему Здесь Наиболее Инерциально В том плане Если вы далеко Из этой кабины Не будете Выходить Смотреть А будете Наблюдать Только за телами Находящимся Рядом с вами Ну вы увидите Что они Движутся Поступательно И равномерно Если к ним Не приложено Никакого Внешнего воздействия С вашей стороны Происходит Это потому Что При свободном Падении У вас Компенсируется Полностью Сила Гравитационного Притяжения И Что еще Ну если Смотреть Из Системы Отчета Земли То Масса На ускорение Компенсируется А если Смотреть Системы Отчета Лифта То компенсируется Так называемая Сила Инерции Ну о которых Сейчас мы Подробно Будем Говорить Солнце Солнце Тоже Хорошая Система Отчета Инерциальная Потому что Она находится В свободном Падении Куда-то Там К центру Галактики И И Также Система Отчета Весьма Неплоха Система Центра Земли Тоже Нормальна Мы Находимся В свободном Падении На Солнце И Собственно Тоже Компенсируется Инерции Там Компенсируется Силами Тяготения Вот Наша Главная Физическая Аудитория Не Совсем Годится На роль Инерциальной Системы Отчета Это в чем мы сегодня убедимся Поставив опыт Ну В перерыве В чем причина Основная В том что Земля вращается Вокруг собственной оси Вот это уже Никак не скомпенсируешь Какими внешними силами Итак Ну про вращение Сейчас поговорим Отдельно Ну прежде чем Переходить к Вычислениям Давайте Обсудим Ну какие Кое-какие важные Утверждения Что из того Что Сейчас висит на экране Верно Периодически В прессе Появляются Там сообщения О том что Треть Населения Там То ли планеты То ли России Считает Что Солнце Вращается Вокруг Земли Как думаете Это утверждение Верно или нет Ну давайте Из этих двух утверждений Солнце Вращается Вокруг Земли И Земля Вращается Вокруг Солнца Сколько Сколько В них Верных Утверждений Два Ну я бы сказал Что ноль Они оба Безграмотно Совершенно Сформулированы Выбирать Из них Я бы не стал Давайте Исправим Их Ну как Нибудь Более Корректных Сформулирован Так то В принципе Оба Верны Если правильно Сформулировать Можем Скать Что Во-первых Земля Движется Вокруг Солнца По Траектории Близкой К окружности Это Будет Нормальное Утверждение Говорить Что она Вращается Вокруг Солнца Немножечко Безграмотно Потому что Вращение Это Вращение Твердого Тела Вокруг Какой Нибудь Оси А вот Движение По окружности Это движение По окружности Оно Поступательное Совершенно Не обязательно Связано С вращением Поэтому Если говорить Аккуратно Земля Движется По Почти Круговой Траектории Вокруг Солнца Земля Вращается Вокруг Своей Оси Ну и Солнце Движется Конечно Вокруг Земли Кто Будет Отрицать Этот Совершенно Очевидный Экспериментальный Факт Вопрос В том С какой Системой Отчета Мы Смотрим Находясь Здесь В главной Физической Аудитории Наблюдая За Солнцем Трудно Отрицать Очевидное Итак Солнце Движется Вокруг Земли Ну Если Говорить Так В целом Правильное Полное Утверждение Должно Выглядеть Как-то Вот Так Солнце Находится В центре Системы Планеты Обращающихся Вокруг Центром А планеты Вращаются Вокруг Собственных Осей Вот Это Правильное Описание Мироустройства Для нашей Солнечной Системы А Спрашивать Вот эти Первые Два Вопроса Ну Это То ли Совсем Дурачков Вылавливают На улице То ли Наоборот Слишком Умных Которые Ответят Что Оба Верны Или Оба Неверны Так Ну Хорошо Давайте Перейдем К математической Части Нашей Программы Посмотрим Как Можно Описывать Движение Тел В Неинерциальных И еще Вращающихся Системах Отсчета Так Пусть У меня Есть Какая-то Исходная Система Отсчета Которую Я буду Считать Инерциальной Обозначу Ее Ось Большими Буквами XY И есть Другая Система Отсчета Но Относительно Которой Мне Так или иначе Почему-то Удобно Измерять Положение Тел Она Может Ну Ее Начало Где-то Вот здесь Давайте Точка Ось Ее Могут Быть Ориентированы Таким-нибудь Произвольным Образом X Маленькое Y Маленькое Ну Естественно Я Сюда Могу Дорисовать Координату Z Но Не Буду Чтобы Рисунок Не Портить То Общем Случае Мы Говорим О Трехмерном Пространстве Есть Какая-то Точка Вот Здесь За Которой Мы ведем Наблюдение Проведем В нее Радиус Вектор R Маленькое Но Есть Также Радиус Вектор Из Начала Отчета Исходной Системы К Начала Отчета Вот Этой Моей Системы Давайте Обозначим R 0 И Радиус Вектор Точки За Которую Я смотрю В Исходной Инерциальной Системе Пусть Он у нас Будет R Большое Мы имеем Очевидную Связь Если у нас Механика Классическая Теорию Относительности Мы не Трогаем То Складывать Векторы Просто по Обычному Закону Мы можем У нас R Равно R 0 Плюс R То есть Имеем Закон Преобразования Координат Причем Обратите Внимание Ничего С этим Законом Не поменяется Если Эта Система Движется Или Даже Еще И Вращается Как Нибудь Давайте Нарисуем Какую Нибудь Угловую Скорость Вращения Этой Системы То есть Осе Со Временем Как Нибудь Там Поворачивается Сама Омега В принципе Может Даже Меняться В общем Случае Итак На Закон Сложения Координат Это Никак Не Влияет Дальше Ну Надо Переходить К Скоростям Как Записать Закон Сложения Скоростей Ну Давайте Пробуем Нарисовать Скорости Так Рисовать Или Написать Ладно Как Вы Дифференцировать Давайте Дифференцировать Но только Есть один Нюанс При Дифференцировании Теперь Что Вот этот Радиус Вектор Он В Инерциальной Системе Сам Движется То есть Даже Если Точка Вот эта Покоится Относительно Системы Не инерциальной А сама Система Движется Будет Производная Вот этой Штуки То есть Там Будет Как Минимум Два Две Составляющие То есть Собственное Движение В этой Системе Отсчета То есть Есть Какая-то Скорость Так В Относительная И Есть Движение Этой Точки Вместе Со Системой Ну Давайте Попробуем Это Написать Итак Дифференцируем По Времени Ну Производная R По Времени Это Просто Скорость В Инерциальной Системе Отсчета Производная От R 0 По Времени От Вот этого Вектора Это Будет Скорость Начала Отсчета Куда-нибудь Ее тут Нарисую V 0 Плюс И Вот Нужно Взять Производную От Радиус Вектора Который Движется Вместе С Этой Самой Системой Отсчета Ну И мы Вообще Говоря Обсуждали Как Дифференцировать Такие Векторы Одно Слагаемое Будет Просто Производная Этого Вектора В Его Системе Отсчета То есть Будет Вот это Самое V Относительное А Еще Одно Слагаемое Давайте Попробуем Вспомнить Давайте я напомню Еще раз Важную Формулу Уравнение Вращения Вектора Вот если Какой-то Вектор Любой А Вращается С Угловой Скоростью Омега Чему Равна Производная Этого Вектора По Времени Ну там Вообще Говорят Два Слагаемых Мы Подробно Обсуждали Вот это Самое Одно Омега На А Это Как раз Вращение С угловой Скоростью Омега Ну а Еще одно Слагаемое Это изменение Собственно Его Модуля Ну которое Можно записать Вот так ДА По модулю По ДТ Там на А Делить на А Итак Что из этого Нам нужно дописать Наше соотношение Что нам нужно учесть Вот изменение Самого Вектора ИР Относительно Этой системы Отчета Мы учли Вот она В Относительно Надо дописать Вращающийся Слагаемый Омега ИР Ну или давайте Я еще раз В координатном Представлении Потому что Важный Важный момент Который нужно Хорошо Понять Если я напишу Радиус вектор Вот в таком Представлении Это координата Х Умноженная На вектор И Плюс координата У Умноженная На вектор Ж Плюс координата З Умноженная На вектор К Где ИЖК Это единичные Орты Вот в этой Подвижной Системе координат И просто В лоб Продифференцирую По времени На первой лекции Когда мы это Проделали У нас ИЖК Были Постоянными Теперь надо Учесть Что они Переменные Поэтому вместо Трех слагаемых Будет Шесть Ну давайте Я быстренько Их напишу Обычная Производная То есть Чтобы получить Вектор скорости Надо продифференцировать Компоненты По времени Но Если базис Сам Куда-то Движется Надо продифференцировать Этот самый базис То есть Здесь будет И Векторы ИЖК Они единичные По модулю Значит они Вращаются С угловой скоростью Омега Поэтому тут будут Вот эти вот Уравнения Вращения Вектора И На омега Плюс Игрек Ж На омега Ой Наоборот Слева омега Омега На И Омега На Ж И плюс З Омега Омега На К Ну и Теперь Если Внимательно Посмотреть Нетрудно Узнать Вот это Вот как раз Штука Это Слагаемая Относительная Скорость А это Если объединить Все это В одну Короткую Запись Ну как раз Получится Омега На r С учетом Вот этого Что r Это вот эта Штука Это просто Омега Вектор На r Итак Вот мы Получили Теперь Закон Сложения Скоростей Для Вращающейся Системы Отсчета Ну и Обратите Внимание Что он Пока еще Очень общий Что омега Здесь Вовсе Не обязана Быть Постоянной Ни как вектор Ни по модулю И так далее Это еще Общий закон Сложения Так И наконец Надо перейти К вычислению Ускорений Давайте посмотрим Ну чтобы получить Ускорение Надо продифференцировать Вот эту скорость Ну прежде чем Делать это алгебраически Давайте прикинем Просто по физике Делаем Из-за чего Может меняться Скорость движения То есть какие Составляющие Есть ускорение Я может быть еще раз Даже картинку перерисую Радиус Вектор Вектор Скорости Относительный Х Игрек Так Какие составляющие Ускорения Мы можем ожидать Здесь Ну первое Очевидное Давайте по порядку Двигаться Вот это Продифференцирую Даст ускорение Начало отсчета То есть Есть ускорение При движении Все этой картинки Куда-то Дальше Дальше сложнее Ну во-первых Просто может Меняться Сама скорость В этой системе Отчет Значит будет просто Ускорение Ускорение Относительное ускорение И Что еще Будет сложнее Если система Вращается Что будет происходить С вектором Скорости Он тоже Будет вращаться Это даст Ускорение Даст Ну вектор Меняется ДВ по ДТ ДВ по ДТ Будет не ноль То есть Вращение вектора Скорости Будет меняться Раз Что еще Ну если Система Вращается Точка Движется В Исходной Системе По окружности Будет ускорение Будет Центростремительное Обычное ускорение И Последнее Слагаемое Которое мы еще Должны получить Если система За короткое время Куда-то Ну сдвинулась Дальше От оси Вращения Вот сюда Что изменится Изменится ее Скорость Вращения Вокруг Вокруг Этой Оси То есть Смещение На более Дальний Радиус Приведет К изменению Вот такой Вот скорости Вращательной Омега Р И это Тоже Будет Слагаемое В ускорении Ну давайте После перерыва Мы проделаем Эти выкладки Итак Дифференцируем Вот это Соотношение Ну пользуясь Тем же Самым Правилом Дифференцирования Которое мы Сейчас применили К При выводе Вот этой Формулы Для скорости То есть Полное Ускорение В инерциальной Системе Отсчета Будет Складываться Из Ускорения Начала Отсчета Дальше Дифференцируя Вот это Мы получаем Ускорение Относительное Плюс Надо учесть Что в этот Вектор скорости Вращается Вместе С системой Здесь будет В Относительное Сейчас Еще раз Омега На В Относительное Дальше Дифференцируем Вот это Там тоже Два Слагаемых Вращение Вот этого И изменение Его по Модулю Ну давайте Изменение По модулю Это будет Омега На ДР По ДТ Ну то есть Это опять В Относительное И плюс Вращение Вот этого Слагаемого Вот такая Будет здесь Штука Жуткая Омега На Омега На Р Так И давайте Можно еще Было дальше Продолжить Слагаемый Еще продифференцировать Саму омегу Давайте я ограничусь Частным случаем Который собственно У нас в задачках Только и встречается Когда Омега Постоянно Поскольку Если оно не постоянно Тут еще как минимум Два слагаемых Должно возникнуть Мы давайте с ними Разбираться не будем Они у вас будут На теоретической Механике В любом случае Давайте вот Разберемся Хотя бы с этим Ну чего можно Видеть Что вот эти два Слагаемых Они одинаковые Дают один и тот же Вклад Ну и вместе Их называют Креолисовым Ускорением А Фамилия Французского Ученого Часто говорят Креолис Ну поскольку он француз Наверное Он бы хотел слышать Что бы называли Креолисом Так Это называется Креолисовое ускорение Потому что оно Ну его особенность В том что оно Зависит от скорости От v И вот это Ну По размерности Это Омега квадрат на r Нетрудно узнать В нем Ускорение Обычное Центростремительное И давайте Выпишем отдельно Формулы А Центростремительное Так Сейчас я допишу Что я там хочу И а Креолисова Итак Ну для Креолисова ускорения Здесь 2 Омега На v Простая формула А для Центростремительного Вот в таком виде Выражение запоминать Совершенно невозможно Давайте запомним его В таком виде В котором оно Понятно и естественно Поскольку это Центростремительное Ускорение Я могу его написать Как Минус Омега В квадрате На r Перпендикулярное Ну где r Перпендикулярное Что это такое Давайте я вернусь К этому рисунку Обычное Центростремительное Ускорение Как считать Будет Надо взять Квадрат Уголовной Скорости На расстояние До оси Вращения То есть r Перпендикулярное Это Вот это Вот расстояние Вот оно r Перпендикулярное То есть Вектор Проведенный Перпендикулярной Оси вращения К данной Точке В таком виде Формула Совершенно Понятна И знакома И дальше Давайте посмотрим Еще раз На слайде Все вот эти Слагаемые Я подробно Тут выписал Все что мы Обсудили Ну получается Вот Это соотношение Вместе Центростремительное И поступательное Ускорение Еще называют Ускорением Переносным Вот Переносное Ускорение Это сумма Поступательного И центростремительного И теперь Последнее Что мы сделаем Давайте попробуем Написать Второй закон Ньютона В неинерциальной Системе Отсчета Второй закон Ньютона Должен выглядеть Как Масса На Ускорение Равно Сумме Каких-то Внешних сил Но Обычно Второй закон Ньютона Можем писать Только в инерциальной Системе В инерциальной Системе Этот же закон Выглядит как Масса На ускорение Вот это А большое По ДТ Равно Сумме Внешних сил А я Хочу Масса На Относительное Ускорение Равно Так Давайте я не буду Писать ДВ по ДТ Масса На А Относительное Равно Чему-то Ну собственно Берем Вот это уравнение Вот это Соотношение И вытаскиваем Отсюда Чему равно Масса На А Относительное Там будет Ну Масса На полное Ускорение Это как раз Внешние силы Это Масса На полное Ускорение И еще Вот Кучка Из трех Дополнительных Слагаемых Минус Масса На ускорение Начало Отсчета Плюс Масса На омега Квадрат Р Пермедикулярная И Плюс 2М В На омега И вот это мы назовем Поступательной силой инерции Это у нас будет Центробежная сила инерции И наконец Это будет Сила инерции Кориолисова То есть мы видим Что в неинерциальной системе отчета Тоже можно писать Второй закон Ньютона Но появляются лишние Как бы мнимые Непонятно откуда взявшиеся силы Которые Изменяют движение Этой системы Непонятно откуда взявшиеся Для наблюдателя Сидящего В этой неинерциальной системе Отчета Для того Кто смотрит за ним Из инерциальной системы Все понятно Это вот эти вот Ускорения Которые он испытывает Вместе с движением Своей собственной системы Итак Я обещал Что мы Сейчас на опыте Убедимся Что Земля Вращается вокруг Своей собственной оси Какое из этих слагаемых Должно нам мешать Какое можно обнаружить Легко на опыте Вот это можем обнаружить Нет Мы вместе с Землей С тем же ускорением Движемся То есть С ее центром Это Омега квадрат На R Перпендикулярный Это из-за того Что Земля вращается У нас есть какое-то Расстояние до оси системы Но оно все время Одинаковое Что тут Что тут Довольно трудно Обнаружить это слагаемое А вот это Можно попытаться Обнаружить Сюда входит угловая скорость Но это будет Скорость вращения Земли И Скорость Ну наша скорость Вот здесь Вот относительно Земли Если мы создадим систему Ну либо с достаточно Большой скоростью В Либо Система которая Качается И это воздействие Оно накапливается В течение времени Достаточно долго Сможем увидеть Его проявление Вот давайте Есть у нас здесь Такой опыт Опыт называется Маятник Фуко Просто маятник Подвешенный На достаточно длинном подвесе Здесь Ну вот тень от маятника Можно видеть здесь Сейчас она Сейчас она точно Вдоль синей полосочки Отпустим этот маятник И дадим ему Свободно Ну до конца пары Покачаться Если Земля Вращается вокруг Своей оси То к концу пары Что мы увидим? Смещение Земля под этим Маятником Провернется Ну за полчаса Ненамного конечно Но Мы сможем увидеть Это смещение По крайней мере Вот здесь Ну давайте Оставим его качаться Дальше посмотрим Что мы еще можем обсудить Итак Ну вот Второй закон Ньютона В неинерциальной системе отчета Здесь еще раз записан Поступательная Центробежная Криолисовая сила Вместе Два слагаемых Это Переносная Сила инерции Поступательная Плюс центробежная Давайте посмотрим Примеры Какие-нибудь разные Например Поступательной Сила инерции Это всем конечно Хорошо знаком Если вы в автомобиле Движетесь с ускорением Вас прижимает К спинке сидения Ну вот Там у вас по-моему В задании Есть задачка Найти изменение Периода колебаний Математического маятника На ускоряющемся Поезде Если поезд ускоряется Поступательно Ну все достаточно понятно У вас складывается Сила МЖ И вот это вот Сила инерции Минус МА Начальная Получается некое Эффективное направление Отвеса Куда действует Сумма силы тяжести И силы инерции Ну как будто у вас Вертикаль В системе Стала косая Примерно то же самое Будет если Поезд движется По Окружности Ну как мы уже сказали Движение по окружности И вращение Это разные все-таки вещи Поезд движется по окружности Вы в нем сидите У вас возникает Ну та же самая Поступательная Сила инерции Потому что Точка в которой вы сидите Она Относительно земли Движется с Ускорением Вот Так же будет Отклонение Направление Вот от веса В системе Отчета поезда И вот такая По-моему у вас Нулевка там Задание есть Вот я вам ее решил Если вы Внимательно посмотрите Итак Ну дальше Так это мы пропустим Потом сами посмотрите Это наверное Тоже сами посмотрите Это к задачке Одно из вашего задания Чтобы ее Не решить случайно Неправильно Посмотрите на эти формулы А Так Давайте Ну мы получили выражение Для сил Давайте поговорим о том Как считать их работу Выражение Для потенциальной энергии Каждой этой силы Можно записать Ну для Силы поступательной Все совсем просто Она постоянная Такая же как МЖ То есть у нее Потенциальная энергия Такая же как Силу тяжести МЖ Ну или Более Таким Общим виде Можно записать ее Вот так Давайте я перепишу То что у меня там на слайде Минус масса На А Ноль Скалярно На радиус Вектор Ну Узнаете в этой формуле МЖ Проекция радиус вектора На направление А0 Это как раз То самое А То есть высота Вдоль Линии действия А0 А Центробежная сила Она тоже является Потенциальной Она зависит Она зависит только От координаты И при этом является Еще и центральной То есть всегда направлена К какому-то Началу отсчета Как мы обсуждали Все такие силы потенциальные Легко найти ее потенциальную энергию Ну просто проинтегрировав Эту самую силу Вот как я здесь записал Если я возьму Вот этот интеграл Силу центробежной По Радиусу Получу Такое вот выражение Минус 1 вторая М Омега В квадрате Р Перпендикулярная В квадрате Что очень похоже На потенциальную энергию Пружинки Упругой пружинки С единственным отличием Пружинка Она к себе Тела притягивает А центробежная сила Что делает Она выталкивает все От оси То есть это такая пружина Которая не сжимается А растягивается Ну знак Поэтому потенциальной энергии Обратный По сравнению с kx квадрат Пополам И последнее Есть ли у нас Потенциальная энергия Силы Креолисовой Что можем сказать Об этой силе О том Какую работу Она может совершать Она всегда Препендикулярна скорости Значит работу Она Не совершает Поэтому говорить О потенциальной энергии Бессмысленно Можно просто сказать Что работа силы Креолиса Она равна нулю Тождественно Поэтому вводить Потенциальную энергию Нет смысла Ну такие силы Называют гироскопическими Еще один пример Такой силы Знакомый вам со школы Сила Лоренца Действующая в магнитном поле На заряд Она ровно такую же структуру Имеет Заряд на векторное Произведение Скорости Ну и вместо Омеги Там Б Магнитное поле Так Давайте посмотрим На Ну на проявление Центробежной силы Инерции Вот у нас есть Такой здесь Несложный опыт Эта штука может вращаться Здесь подвешены Грузики Один на оси Один чуть подальше Один совсем с краю Давайте я раскручу Аккуратно И посмотрим Что произойдет С отклонениями Этих шариков Что видим Центральный висит Вертикально Следующий отклонился На небольшой угол Крайний Отклонился На максимальный Ну все В соответствии С Вот этой формулой В системе отчет Если мы себя представляем Вращающейся вместе С этой штукой Мы видим Что там просто действует Центробежная сила Направленная От оси Сюда И чем дальше От оси Тем она сильнее Поэтому чем дальше Тем сильнее будет Отклоняться Этот грузик Так Ну что еще Ну вот пример Который мы с вами Рассматривали Если помните Стержень Пытались закрутить Вокруг Оси Не под Не перпендикулярной Этой оси Под углом Помните Такую задачу Мы ее решали То есть Там возникает Момент Который Пытается вернуть Этот стержень В перпендикулярное Положение И Мы считали Этот момент Через уравнение Моментов То есть Гироскопы Говорили о гироскопах О вращении Вектора момента Импульса Альтернативный Расчет Можно провести Через Центробежную Силу То есть Легко представить Себе Что вот Вращающийся стержень Центробежные силы Пытаются Растянуть В две стороны То есть По сути дела Его поставить Горизонтально Считается Этот момент Получается Такой ответ Можно сравнить Его с тем же Самым методом Расчетом Который мы До этого говорили Ответ получится Один и тот же Момент инерции Здесь Мл квадратно 12 В общем Формулы Получаются Те же самые То есть Вот еще Альтернативная Трактовка того Что такое Центробежные Моменты инерции И понятно Теперь почему Мы их тогда Назвали Центробежными Моментами Потому что Они Также могут Быть рассчитаны Через Вот Центробежную Силу инерции Так Еще одно Явление За которое Отвечает Эта же Центробежная Сила инерции Конический Маятник Давайте Посмотрим Так Сейчас Лаборантом Ну пока Я просто попытаюсь Запустить Значит Просто висит Ну некий груз Я могу его запустить Попытаюсь Запустить его так Чтобы он Описывал Окружность Вот здесь Ну как-то Вот Получается Какой-то эллипс Ну вот Это Примерный Пример Конического Маятника Вот так вот Он качается Ну уравнение Равновесия Тут у меня На слайде Для Стержня Такого же Определяется Чем? Балансом Момента силы Тяжести Системе отчета Вращающейся Вместе с этой штукой И Моментом Сил Центробежных Ну вот здесь Чтобы их посчитать Надо там Разбить на кусочки Проинтегрировать Получить полный момент Вот равенство моментов Дает условие На угол Отклонения Вот здесь Ну давайте Посмотрим Что-нибудь Так Здесь у нас еще Кроме того Что я могу сделать Просто этот конический Маятник Я еще могу вращать Вот эту вот подставку То есть как бы Помещать эту штуку В неинерциальную Систему отчета Давайте посмотрим Какие могут быть Траектории Вот просто Маятник запустил И раскрутил Систему отчета Смотрите какие Красивые Картинки Он вырисовывает Примерно То же самое Делает Вон тот Маятник Фуко Только в очень Замедленном режиме Вот картинка Да Получился Лепесток Можно какие-нибудь Другие параметры Задать Разное соотношение Между Угловыми скоростями Скоростью качания Ой Что-то он Затрясся Ну вот Пожалуйста Рисует Теперь Звездочку Что-то Если смотреть Системы отчета Вращающейся Вместе с этой Рамкой Это будет Прямое проявление Действия Уже какой силы Это кориолисовая сила То есть она Искривляет Траекторию Движения тела Ну так же Как магнитное поле Искривляет Траекторию Движения зарядов Потому что Эта сила Всегда Перпендикулярна Скорости Ну соответственно Траектории Какие будут траектории Под действием Силы кориолиса Давайте посмотрим На слайде Если я оставлю Только одну Кориолисовую силу Остальными Допустим Можно пренебречь Или они равны нулю Вообще Получится вот такое Вот уравнение движения Смотрите Ускорение Двпдт Равно Вот В на 2 омега То есть Просто равно Силе кориолиса Масса сократилась Слева справа Как вы думаете Какое решение У этого уравнения Ну поскольку Сила вот эта справа Она всегда Перпендикулярна Скорости Как движут Тела Когда на них действуют Силы Перпендикулярной Скорости По окружности То есть действительно Решение Это уравнение Можно Это аккуратно Написать Покоординатно Ну векторное Произведение Раскрыв Оно будет Движением По окружности Вектор Кстати Это же еще Уравнение Вращения Вектора В С угловой Скоростью 2 омега Вот Вектор В вращается С угловой Скоростью 2 омега Траектория Окружность Радиус Можно Посчитать Аналогичная Задача Решается Для магнитного Поля Для силы Оренса Есть тоже Радиус Окружности По которой Там все Заряженные Частички Вокруг Магнитного Поля Движутся И Частота Называется Ларморовский Радиус Циклотронная Частота Вот эти Формулы Ну в теории Электромагнитные Они весьма Важны Но это у вас Будет На втором Курсе Так За что У нас еще Ответственная Сила Кориолиса Ну в масштабах Земли Она может Играть Довольно Значимую роль Ну кстати Насколько Она велика Давайте Быстренько Прикинем Это я сотру Значит угловая Скорость Вращения Земли Ну наверное Картинку тоже Нарисую Вот есть Земля Ну если мы Как жители Северного Полушария Смотрим На эту Землю Издалека Мы видим Угловую Скорость Вращения Земли Направленную От южного К северному Полюсу Значит тут У нас Восток Тут Тут запад Так вращается Земля Ну сама Угловая Скорость Вращения Понятно Как ее Посчитать На 2π Поделить На 1 сутки Если у нас Если у нас В радианах В секунду Будет 7 на 10 Минус 5 Радиан В секунду Ну видно Что Слагаемое Вот это Кориолисово Оно При обычных Скоростях Ну там Не знаю Десятки метров В секунду Единицы Оно довольно таки Мало По сравнению С чем Как правило Омега на В Оно много меньше Чем С чем надо сравнивать Характерное Ускорение При движении Здесь Ж Ну то есть Обычно Оно Мало А когда оно Будет не мало Кстати можно прикинуть Какого порядка Должна быть Скорость Ну представьте Ну то есть Там должны быть Десятки километров В секунду То есть Это уже Первая космическая Она должна приближаться То есть Пока мы еще Не выходим на орбиты Вращения вокруг Земли У нас Сила Кориолиса Мала Но несмотря на малость Она может оказывать Большое влияние На глобальные явления Вот в рамках атмосферы Земли Ну в частности Сила Кориолиса Определяет направление Закручивание Циклонов Антициклонов Атмосферных вихрей Ну в северном полушарии Где угловая скорость Торчит Проекция угловой скорости Пермедикулярная Поверхности Она торчит вверх В отличие от южного полушария Где будет наоборот Проекция угловой скорости Отрицательна Ну там где у нас Проекция угловой скорости Положительна Циклон Это область пониженного Давления в центре Значит воздух стремится Сойтись к центру Силу Кориолиса При этом его закручивает Вот туда Против Да против часовой стрелки Антициклон Это область повышенного давления Ну соответственно Вихрь Крутится наоборот Ну вот здесь Примерные оценки Порядков Величин Если взять характерный Градиент давления В атмосфере Там один паскальный километр Получится Характерная скорость ветра 15 метров в секунду Что вполне Как вы понимаете Укладывается Для стандартной Значения Ну и Размеры этих вихрей Тоже можно оценить Размер должен быть Там больше Несколько сотен километров Если вдруг Вихрь Окажется Ну достаточно интенсивным А радиус у него будет Меньше Сотни километров Там уже будет играть роль Не Сила кориолиса А центробежная сила В этом вихре Будет балансировать С Силой Перепада давления Как вы думаете Что тогда получится Ну что-нибудь Типа торнадо Смерча В общем Что-нибудь такое А Большие вихри Они Не настолько Страшны Ну вот что еще можно Значит циклоны Антициклоны Глобальная циркуляция воздуха У нас в атмосфере Вот такие Глобальные направления ветров Пассаты Вблизи экватора И западные ветры Вот В нашем полушарии Известно что ветры В основном дуют Ну Из Америки К нам Примерно Поэтому наличие Теплого гольфстрима Вблизи берегов Америки Позволяет сделать Очень теплым климат В Европе Не было бы этого Ну не было бы Европы А Размитие берегов рек Когда они текут То есть Левый правый берег Может размываться по-разному А Закручивание воды В раковине Как вы думаете Влияет сила Кориолиса Кориолиса Нет Ну слишком маленькие там масштабы Ну вот ускорение Это оно вот очень маленькое Это Популярный миф То же самое Время самолета в пути Влияет ли сила Кориолиса При движении Ну там не знаю Самолет летит из Москвы В Новосибирск И обратно Известно что время полета Реальное Оно там на час Отличается Четыре-пять часов Туда-обратно Это сила Кориолиса Виновата Или кто Вращение Это из-за вращения земли Происходит эта разница Или нет Ну в каком-то смысле Из-за вращения земли Но все-таки Не действующего Непосредственно На самолет А из-за этих самых Западных ветров Ветер в основном Дует Отсюда туда Поэтому лететь В Новосибирск Быстрее чем Лететь обратно Но это не из-за того Что сила Кориолиса Действует на сам самолет Она на ветры Действует А самолет Понятно Против ветра Ему лететь Как бы сложнее У него скорость Относительно воздуха Набирается Поэтому эти два Мы вычеркнем Так Ну как доказать У нас вращение земли Опыт Наверное еще не готов Подождем Конца Ну пока вот Краткое объяснение Того что там происходит Маятник качается Туда-сюда Сила Кориолиса Действует Ну перпендикулярно скорости Ну вот скажем При движении Вот справа налево Если у меня угловая скорость Торчит из рисунка Возникает сила Перпендикулярно этой траектории Ну видно что За один Пролет Она отклоняет Его Ну в какую-то Вот В сторону своего действия Да Может показаться что При движении назад Ну сила будет примерно такая же Только направленная в другую сторону Да Значит назад он может просто вернуться По той же самой траектории Так нет Не по той же Если аккуратно Нарисовать То есть назад Ну сюда мы закрутили Вот в эту сторону Когда будем возвращаться назад Закрутим сюда И в итоге Будет смещение То есть получается что Вроде как Периодическая сила Одинаковая Действующая туда Сюда Приводит к постоянному Смещению А помните мы обсуждали задачку В самом начале Если я буду Возьму Груз на пружинке И начну его периодически Туда-сюда Толкать Чего с ним будет происходить Будет периодически болтаться Одна из первых задач В задании Даже была Про это Он поедет С поступательной скоростью В сторону того Куда я начал Его толкать То есть периодическое движение Еще не значит То есть периодическое воздействие Еще не означает Что движение будет Полностью периодическим Так Ну примерно так же и здесь То есть будет вот это вот Смещение плоскости качания Которое ну совсем Легко понять Если представить себя На северном полюсе Если этот маятник Подвесить на северном полюсе Он просто качается Сохраняя свою плоскость качания Поскольку он подвешен За одну точку Просто Да А под ним земля Прокручивается Вот и все Значит На северном полюсе Эффект Этот будет максимален А На экваторе Опыт с маятником Фуко Ставить Бесполезно Там Ну там проекция угловой скорости На нормальное направление Будет нулевая Значит на экваторе Невозможно Обнаружить Вращение земли Что кстати Довольно парадоксально Точка Вращающаяся С наибольшей скоростью На земле Экватор А там вот Вращение земли Необнаружимо Ну если только Не измерять Ускорение свободного падения Ну давайте Про измерение Ускорения свободного падения Для той же Самой земли Значит что такое Собственно Ускорение свободного падения Которое мы можем Наблюдать И измерять Ну давайте Представим себе Находящимися вот здесь Какие силы действуют На тело здесь Есть Напряженность Гравитационного поля Давайте я обозначу За G0 Это сила притяжения Сюда Ну есть еще Сила центробежная Ну или Смотря как ее Классифицировать Если я беру Систему отсчета Находящуюся Ну вот тут То это скорее Не центробежная сила А просто поступательная сила Вот эта вот Составляющая Масса на ускорение Движения вот этой точки Точка движется По окружности Вокруг оси Вращения земли Ну куда направлена Эта сила соответственно Она будет направлена Ну ускорение Придвижения по окружности К центру Значит сила инерции Вот направлена Вот сюда Будет она равна Здесь соответственно Так тут у нас МЖ А здесь Здесь будет М Омега В квадрате На вот это расстояние Ну то есть это радиус земли На Что там у нас Ну если я введу Широту Фи Соответственно это на Синус Радиус земли На косинус широты Ну и опять же Мы видим что Хотя Р довольно большое Все таки Омега в квадрате Тоже окажется Много меньше Ну вот Омега квадрат Р Тоже нетрудно посчитать Оно окажется Много меньше чем Ж Ну порядок величины Давайте я посчитал Заранее Ну это у нас 9,8 А это у меня Получилось 0 0,03 Вот так Тут 9,81 На нашей широте А вот это поправка В Ну то есть Во втором знаке После запятой В принципе Измеряя Получается Ускорение Свободного падения На северном полюсе На экваторе Ну можно Действительно Обнаружить Также вращение Земли Увидеть Что Ну вот это Слагаемое Обнаружить А так Когда мы здесь Проводим Опыты Какие-то По падению Тел Ну реально Мы меряем Некое Ж Эффективное Ну которое Получается В этой картинке Просто По сложению Вот этих Векторов То есть Вот Ж Эффективное Которое Действует На все Тела Падающие Вот здесь Ну это Сумма Гравитационного Притяжения И Центробежной Силы Инерции Так Ну давайте Еще осталось У нас Пять минут Давайте посмотрим На то Как Действительно Тела Падают По вертикали Здесь То есть Посмотрим На отклонение Падающих Тел От направления Отвеса Направление Отвеса У нас Вот оно Куда направлено Эффективное Ускорение Соботного Падения Ну давайте Запишем Уравнение Движения Падающего Тела Итак Просто смотрю Опыт Вот Падает мелок По вертикали Чего на него Действует Итак Отклонение От Направления Отвеса Ну отвес Это какой-то грузик Подвешенный На ниточке Вот он Подвешен Здесь Он смотрит По этому самому Вдоль Эффективного Ж Ну пишем Уравнение Масса На ускорение Равно Вот здесь у нас М Ж Эффективное И плюс Что еще Если у нас Высота Падения Не очень Большая То мы Можем Считать Вот это же Эффективное Константой Понятно Что если высота Будет велика По сравнению Сравнима С радиусом Земли То и Сила тяготения Будет зависеть от радиуса И Центробежная сила Тоже будет зависеть от радиуса Будет сложная формула Давайте будем считать Что вот у нас Высота падения Небольшая У нас Х Много Меньше Радиуса Земли Тогда Ж можно считать Константой И таким образом В законе Ньютона Мы учли Уже все силы Силы тяжести Центробежную силу И переносную силу Инерции Мы учли И осталась Только кориолисовая сила Вот давайте Ее сюда допишем 2 М Омега Теперь уже Вращение Земли Так Порядок Знаков Такой В на омега И давайте попробуем Решить это уравнение Вообще говоря У него есть аналитическое решение Но это система уравнений Как видите Надо Все проекции Скоростей Аккуратно разложить Вот векторное Произведение По проекциям Представить И так далее Можно Попробовать найти его решение Точное Но это Может быть даже не так интересно Давайте попробуем На примере этого уравнения Применить очень важный Метод Который в физике Очень часто применяется А именно метод Последовательных приближений Для вычисления траектории Так Воспользуемся Методом Последовательных приближений Если у нас есть Какой-то Малый Эффект Ну мы знаем Что сила кориолиза Она слабо влияет На падение тела Мелок падает Практически вертикально Поэтому вот это Слагаемое Оно Мало Ну и Делаем мы Собственно Что? В первом приближении Мы считаем, что его вообще нет Этого воздействия То есть у нас Просто уравнение Итак Первое приближение Масса На ускорение Равно М Ж Ну давайте я индекс этот Эффективный писать уже не буду Понятно Вот она у нас Ж Решение этого уравнения Ну легко записать В Давайте я индекс поставлю Что это решение В первом приближении Вот так вот В1 Равно Ну Обычное уравнение Падения Тела в поле тяжести Скорость меняется Там есть начальная скорость Плюс Ж На Т Вот в векторном виде Теперь Так падает тело Практически вертикально Теперь давайте искать Поправку К этому движению Пока оно падает вертикально На него действует сила Креолиса И приводит к какому-то отклонению Давайте посмотрим Второе приближение Что мы учтем Мы берем то же самое Уравнение Давайте я так напишу Что представим себе Что скорость Она представима в виде суммы Вот этого первого приближения Плюс поправка Которая будет у нас Приближением Вторым Ну где вот В Вот эта поправочка Она много меньше Чем в исходную Давайте подставим Вот эту скорость Вот сюда Получим М Так Я Закончу Сейчас Чуть Ускорюсь Первое приближение ДВ1 ПДТ И Ж В правой части Сократятся Поэтому здесь останется Только ДВ2 ПДТ И когда я буду Подставлять скорость Вот сюда Здесь уже Вместо просто Полной В Можно подставить Что Только вот эту Поправку Первого приближения В1 То есть здесь будет 2М В1 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 Умножить На Омега Ну и это Соотношение Тоже По времени Легко Интегрируется Несмотря на то Что здесь стоит Векторное произведение Оно ничем не мешает Проинтегрировать Это дело По времени Получить Поправку К скорости Движения Ну надо Просто Взять Давайте я В виде интеграла Напишу А Что тут Интегрировать Значит Интеграл От этой скорости Здесь будет В0 На Т Плюс Ж Т Квадрат Пополам И это Векторно умножается На Омега Тут Два Двоечка Останется Ну вот так Давайте мы Это оставим При желании Дальше можно получить Координату Смещения Еще раз по времени Проинтегрировать По проекциям Разложить И так далее Но у вас будет Задачка Об этом Задании Вот я Здесь Остановлюсь И давайте Нам надо Посмотреть Вращается ли Земля Все-таки Это может Мало ли Врут В Академии Наук Так Ну что Видим Отклонение Вполне За Полчаса Мы сместились На 6-7 градусов Где-то Ну все Продолжение следует